И всем привет ребят, с вами Стройки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен на разговоры и тематике, сегодня мы вместе с вами обсудим вторую часть того, что нам вчера рассказали в видеоблоге, поделюсь своими впечатлениями, мыслями, ну и расскажу то и покажу то, что заанонсил вчера в видеоблоге у нас Орех. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете мой личный тег, тег ТимП, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Ну и что же такого, что же интересного рассказал нам Орех по ходу этих 10 Блиц ответов, мы в принципе можем даже наверное по большему количеству из них пройтись, да слушать мы не будем, потому что в принципе все эти ответы я как бы просмотрел и все их знаю, Но из интересного это то, что у нас уже в скором времени, да, ну не прям в ближайшем, но как бы в будущем, будут обновлены достижения, достижения будут добавлены в игру, и за достижения можно будет получать контейнеры, да, можно будет формить дополнительный бонус, Наконец-таки в игру в ближайшем будущем вернутся значки потерянных флагов, да, то есть которых сейчас нету, и когда вы например теряете флаг этого показателя вообще в принципе нету, да, Ну и было много всякой интересности связанной с челленджами, да, о которой я говорил на протяжении длительного периода времени уже, да, последних наверное полгода, да, то что у нас в челленджи ничего не добавляется, Где Орех сказал, что особо приоритетности нету новым предметам, да, но в ближайшем будущем там какие-то устройства могут, конечно же, новые появляться, но что самое главное, что он сказал, и что даже нам показали вот здесь вот, Сейчас где-то это должна быть картиночка, вот она, вот она вылазит, заветная картиночка, заблюренная, но, но это не просто картиночка, это то, что будет уже на день рождения танков, А исходя из этой картинки, я могу сказать, что это первая контрактная линия, которая появится у нас в игре Наконец-таки есть полный анонс контрактов, и первые контракты появятся именно на день рождения танков, это то, что я лично уже жду, ну не знаю, прям, ну безумно, Безумно, безумно долго, безумно долго, да, и наконец-таки есть, ну так сказать, точная инфа, да, точная инфа о том, что все-таки это в ближайшее время появится, здесь Орех говорил также про челленджи, то, что в челленджах возможно уже в ближайшем будущем будет появляться как раз-таки устройство с дронами, да, И то, что, как бы, якобы нету большого количества новых предметов, поэтому там появляются новые предметы, хотя, если честно, все равно предметов новых достаточно, чтобы они появлялись, и я не совсем согласен с этой позицией, Но в любом случае будет та вещь, которая дополнит, как он сказал, наш челлендж, но по сути, да, это не просто дополнение, а контракты, это, ну, должна быть, должен быть новый глоток даже, я бы сказал, свежего воздуха, да, то есть это вещь, которая должна мотивировать и новых игроков, и старых игроков, да, то есть возможность дополнительного фарма, И, исходя из этих картинок, то здесь можно видеть, да, то есть здесь кристаллы, здесь контейнеры, здесь танкойны, да, есть уже, есть какие-то еще предметы по обмену, это, скорее всего, комплекты, и здесь есть даже скин, здесь виден скин Жиги Старый Демоник, не знаю, зачем именно она здесь, да, но вот именно даже на таких заблюрах я примерно вижу, да, и понимаю, что это там такое имеется, да, И, в целом, это вещь, которую можно будет заполнительно фармить, и если Орех сказал такую фразу, то, что это будет дополнение к челленджу, то есть это будет связано с вашими как раз-таки звездами, да, то есть ваша возможность обмена звезд на дополнительные предметы, это 100% именно в этом ключе будет все дело выглядеть, Потому что, если у нас изначально контракты как появлялись, да, и были анонсы их, то как раз-таки была информация о том, что с контрактами будет связь с этими звездами, и после того, как звезды полностью начали нерфить, да, и возможность их фарма, когда с заданок у нас поменялись 50% полученные звезды на сколько там, 3 или сколько там сейчас их дает, 4, да, звезды, не суть важно, да, Именно этот момент сразу для меня подчеркнул то, что контракты уже будут совсем скоро у нас в игре появляться, ну и, в принципе, вы сейчас все это дело видите, и уже есть четкое понимание и дата, когда это все дело появится, Поэтому уже, ну, грубо говоря, через месяц, грубо говоря, через месяц появятся новые полноценные контракты и интересности на день рождения как раз-таки нашей замечательной игры, когда можно будет все это дело лицезреть, ну и, возможно, возможно, начать лутать очень и очень интересные призы. Ну и, в целом, наверное, больше здесь таких прям суперинтересностей не было, здесь была информация о трофеях, о том, что трофеи будут постепенно появляться, чтобы все игроки через год не играли уже на большом количестве этих трофеев. Также здесь про премку, ну, в общем и целом, там больше, наверное, такого прям супер ничего интересного нет было. А вот как раз-таки вещь с контрактами, это та тема, на которую я, ну, решил даже отдельный видеоролик зафиксировать и, ну, можно сказать, акцентировать максимальное внимание, потому что, когда ты заходишь у нас в наши замечательные миссии, открываешь контракты и видишь здесь пустое окно, уже хочется, конечно, чтобы здесь что-то появилось и появилось не просто, знаете, какая-то, ну, такая себе темка там, ну, неинтересная там, знаете, ну, такая 50 на 50 там, либо там какие-то просто, ну, минимальные вещи, да, хочется, ну, что-то реально вкусного, нового и то, что уже на протяжении долгого периода времени нам обещали, что должно появиться в нашей игре. Если вы согласны с моей точки зрения, если вы так же, как и я, ждете эти контракты, ждете интересных вещей, да, и появления всей этой движухи, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, давайте постараемся продвинуть этот видос, дабы проявить активность и дать понять, что контракты это та вещь, которую мы точно ждем в ближайшем будущем в нашей игре. Но у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!